всем привет дорогие друзья вы на моем канале из города деревню с тремя детьми и сегодня я в гостях у просто потрясающие женщины ее зовут июля у нее своя экоферма и сейчас я кое-что расскажу уникальное и удивительное бараны ну давайте еще раз мере как вы скажи им чтобы они бея сказали давайте не не так вы мекали классно так вы разговаривали толпа собак ой ой вот привет привет козел да козел такой ой какой козел ой как ой да ты какой красавчик козлы здоровые а это так отстань отстань от лошади господи боже мой боже мой боже мой он меня целует ну что июля привет всем привет расскажи-ка вообще как ты докатилась до жизни такой животных любила с детства и в какой-то момент решила что мне жизненно необходимо варить сыр а для этого соответственно нужны животные нужны коровы козы у меня в голове не укладывается ты же из москвы из подмосковья из подмосковья но я все бросила продала квартиру купила здесь пустую землю и теперь до строю ферму мечты круто ну расскажи много у тебя вообще животных у меня сейчас 5 коров наверно 12 коз вот и начинала начинала с козы которую купил в подруге к коню конь моей не оценил моего порыва сказал что такая подруга ему не нужна поэтому пришлось козу покрыть и доить эй ну расскажи как они у тебя появились долгая история история долгая чанта брали маленьким совсем аваканы ему друзья мне подарили парень спортивный катаешься на нем уже инвалид на лошадях не катаюсь друзьям надо дружить а не иметь правильно но они у тебя так чисто для любви правильно это хомячки домашние у кого хомячке у кого просто кони хомячок переросток хомячок переросток точно чанта и поцелуемся привет что ты думаешь по поводу всего происходящего какой классный хрюня а его гладить можно и он не укусит меня она ой хрюня я ее погладила да то есть тебя можно гладить прям нифига себе какая-то жесткая первый раз глажу хрюню обычно я их боюсь привет это молодежь это твоя молодежь до который ты себе оставляешь выпаиваешь выкармливаешь одну точно себе оставляю девки продаются по ушам вижу стопроцентные я уже вижу молодой козовод но вижу нос нос горб все как надо куда дели на пятую деле васенька это василиса наша первая корова корова росла с конем поэтому уши у нее фигурно выстрижены чан ты поел фигурно уши тебя тоже можно гладить и всех можно гладить ты тоже целовательная еще какая которая прыгала тогда бегал как заяц задние ноги около ушей сразу расскажу очень частый вопрос почему коров у некоторых короткие хвосты эти коров из племзавода а на племзаводе режут хвосты чтобы не мешал его роботу доить поэтому хвосты короткие дитяка то можно почувствовать а как же варенька пришла варвара ноги по колено привет вот вам мои хорошие я тут это просто это все молоко 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 вот это даже теплое я рукой дотрагиваюсь это теплая наверно утрешняя дойка вот прям подойная свеженькая божечки божечки и это все молоко я просто никогда столько молока не видела правда я поэтому настолько удивлена это все молоко а здесь наверное еще сейчас я залезу Юля мне разрешит а так сырые там чего только нету заквасочки боже боже это просто это жесть я не могу других у меня просто нету я настолько в эмоциях блин это очень круто а это я в сыроварне это настоящая большая сыроварня насколько на 80 на 80 литров вот так вот а а вот там святая святых там сыры разные вкусные мне уже слюнки текут а а вот наш главный сыровар сыр канистрата сварен из козьего да сварен из козьего молока три месяца назад созревает он в натуральной корочки и с присутствием плесени плесень и вообще плесень и сыр они как бы очень дружны плесень предохраняет сыр от высыхания поверхность сыра от пересыхания и великолепно в ней зреет перед продажей его просто помою будет чистенькая корочка то есть всю плесень смоешь да эту смою а есть те которые прям в плесени есть но это в основном белая плесень это камамберы это шевры это кротены а канистрат это вообще твердый цвет но они считаются полутвердые как он выглядит у меня свиньки прям текут но он очень вкусный как давно ты варишь сыры ну где-то лет пять прям профессионально-профессионально ну наверное профессионально боюсь чтобы профессионально профессионально мне еще расти и расти я тебя смотрю просто как ногу на гуру срок в отличие от меня и думаю что есть куда расти их вообще есть хотя какая-то мечта например там открыть огромный сыроварник завалить всю россию офигенным нет у меня мечта маленькая семейная уютная ферма и сыроварня вот тоже кстати вопрос почему ты решила завести животных заняться вот тем натуральным сырами ты еще и хлеб печешь правильно да это же просто вот все это делать какая у тебя была мотивация вообще ну для начала наверное очень люблю животных во вторых хотелось есть натуральную продукцию потому что то что продается у нас магазин это же невозможно а кормить детей этим тем более нереально а потом это ты сначала для себя это делала да а потом это переросло мужик да это же появились больше появилось больше животных соответственно это же излишки и уже до масштабы растут это не скажу у тебя уже есть насколько я знаю доставка два раза в неделю да 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 но в москву по вторникам доставка и близлежащие окрестности четверг все это дело можно не просто купить и попробовать а можно чтобы еще тебе и домой это привезли до дорогие друзья это кстати как бы вопросы к тому что кто живет москва и область вот такие вот сыры сейчас еще уговорю юлю рассказать еще про какой-нибудь сыр их можно приобрести реально просто купить а вот такие сыры есть дома понимаете это не магазинный сыр это сыр сваренный в домашней сыроварной я уже показывала тут он выдержанный и так далее вот сколько выдержка у канистрата но это три месяца но он еще будет дурить от трех месяцев до года в принципе может а это свежесваренный сыр он как раз только только обсох и еще у него не наросла плесень пока он вот такой красивый а потом на нем нарастает да потом нарастает лесене это где-то через месяц он уже будет такой лохматенький красивенький весь плесень а что это за цвет это пикорелло с трюфелем и вот сколько я знаю на такую головку огроменную вы уходите молоко ну здесь в районе 5 килограмм значит где-то 50 литров это было коа-2 или такой козье нет здесь молоко 2 это как раз а у тебя все коровы нет так как делали сначала купались коровы а потом делался анализ то две коровы у меня с молоком а1 и три коровы с молоком а2 пострашнее то самый страшный свет давай ну не самый но уже совсем такой страшный что это это италика молоко смешанная этих коза и корова принципе его уже можно резать и есть что это за корка такая вот здесь присутствуют клещики их сырные которые едят эту корку они вообще для чего-то нужны эти клещики расскажи мне или это просто как бы ну есть сыры есть вид сыра как для которого они просто необходимы ну а так это скажем так атрибут сырной жизни до клещики но выглядит это просто бомбезно по мне это вообще какое-то произведение искусства я так понимаю это корка будет смываться до конечко помоется останется твердый вкуснейший сыр пластовый твердый какой завтрак господи можно мне позже так давай я тебе сделаю ложечку вот с таким вот с вареницей вкусно вкусно спасибо юлида какой-то пластовый творог и вот такое молочко у нас сегодня это малинка семечки канал коля канал коля спасибо большое юли за такой божественный завтрак вот коля сказал все а если вам понравилось подписывайтесь на мой канал да и на мой и на его коля тоже хочет вести канал до конца до